Баскетбольный турнир женский Владимирская весна 2019 в ЛГУ Он приглашает с нами Эльмира Амарова, капитан баскетбольной команды Владимирского государственного университета, женской команды Вчера стартовал этот турнир, он сносит статус международного Скажи, а приходилось ли тебе выступать когда-нибудь на международных соревнованиях? Да, мы буквально в том году участвовали в Moscow Games Он объединяет себя не только в баскетбол, он так, по всем видам спорта Владимирская весна, вот этот турнир, он новый или уже есть какие-то традиции? Он первый раз проходил турнир в 2007 году, то есть ему уже 12 лет, но под патронажем в ЛГУ он третий год А в системе как бы двойной, чтобы и студенты, и юниоры участвовали, первый раз Прекрасно. А какая география турнира? Я вижу, вот команды играют в Вологде, Кострома до этого Ну так как делятся на две группы, у студентов соперники Вологда, Кострома, Пермь, Великий Новгород И у юниоров соперницы из московской и нижегородских областей, также и город Гобель, Республика Беларусь Какие задачи ставит перед собой команда в ЛГУ, вот которая ваша старшая, да? То есть это победа в турнире, посмотреть игроков, новичков каких-то, дать практику поиграть Или просто обмен опытом? Ну я думаю, как бы название говорит само за себя Фольгу приглашаем, все-таки, если я правильно думаю, то все-таки цель посмотреть игроков, чтобы пригласить их участвовать Ну так, конечно же, это спортивный успех, почему бы и нет Трудно ли быть капитаном команды в ЛГУ женской? Ну я не скажу, что, ну вообще капитаном быть, как бы, тяжело, наверное Но мне кажется, из-за того, что у нас команда, как бы, такая, все-таки, дружная Нет такого, что вот все сбросит, капитан, и вот делай, что хочешь Такого нет, поэтому, как бы, и есть поддержка от команды, и особые нагрузки такой, я не чувствую Просто я почему тебя спрашиваю об этом? Просто ты, вроде бы, как бы, не самый возрастной игрок в команде, да? Потому что обычно эта участь достается, скажем так, да, самому возрастному игроку Вот, и какими вот качествами, например, должен обладать капитан, чтобы, вот, мотивировать как-то свою команду, чтобы она шла вперед Ну в первую очередь, конечно, капитан, ну он как, по сути, как лидер команды Ну то есть я должна показать, что я не боюсь этого То есть вот я выхожу, да, я выхожу на площадку, и как бы нет такого, что я переживаю Ай, девочка, успокойте меня Нет, я наоборот стараюсь всех поддерживать и настраиваю только на успех На самом деле мы все очень с интересом следим за вашими выездными играми, да Когда вы ездите в другие города, в туры проводить И очень следили за вами, когда вы ездили, играли с Воронежем, да Это был финал дивизиона «Центр» Вот, проиграли одно очко, и был такой очень пронзительный момент Мы смотрели фотографии, и девчонки многие плакали, да, после игры Как вообще удалось вот, ну, как бы, пережить все это, собрать силы в кулак, да, и играть дальше в Лиге Белова Как девчонки преодолели Мы не расслабились, мы не сдались от того, что поиграли одно очко Это, наоборот, нам дало толчок для новых достижений, для того, чтобы показать себя все лучше и лучше Как бы, это мотивация на следующий год, чтобы была победа, а не обидный побед То есть, вы рассмотрели это как опыт, да, просто Чувствует ли команда в ЛГУ женская флагманом себя, баскетбола вообще Владимирского? Ну, я думаю, что да Если, например, сравнивать... Ну, все в один из команды хорошо, это понятное дело Но если у нас есть такой чемпионат, как чемпионат области Вот, и по сути, так как мы стали досрочными чемпионами области Я думаю, можно считать себя флагманами Еще, не отходя от темы, да Где интереснее играть? Со взрослыми командами или со студенческими? То есть, в студенческой лиге ты играешь, в принципе, примерно с равными по возрасту А область, например, да, дает таких сильных соперников, как, например, Марина Шалубина Которая поиграла на профессиональном уровне Сестры Рысины, да, там, Дизина Ксения, которая за со студенку играет Где вот интереснее? Да как по мне, так играть везде интересно Но сгубом в целом интересен, поэтому я не думаю, что имеет значение взрослый ты слишком или нет Если бы ты была кинорежиссером, например, да, и монтировала какой-то, ну, ролик, допустим, про свой прошедший сезон Какие вот самые яркие эпизоды ты бы туда включил? Какие победы, какие, может быть, разочарования или, ну, там, забитые броски какие-то? Что, какие воспоминания вообще от этого сезона? Самые, ну, позитивные, ну, просто яркие В плане игр это, конечно же, победа, когда мы приехали в Тулу, мы выиграли все игры В общем, весь этот сезон, мне кажется, я бы включила по чуть-чуть Потому что он весь был на протяжении всего года, он был и интересен, и успешен Как капитан, какую оценку поставишь в своей команде за сезон? Ну, за работоспособность, за успех, за неудачки? Я думаю, что пятерку ставить я не буду Я поставлю четверку, так как цель, да, твердая четверка, цель была достигнута Мы должны были выйти к призерам в нашем дивизионе Вот, но нас чуть-чуть уделило от финала, так что я думаю, четвердая четверка мы не достаем Хорошо Кто из соперников больше всех запомнился? Какая команда, на твой взгляд, самый сильный соперник вам противостоял в этом сезоне? Ну, если считать на полный сезон не только дивизион, а вот и Лигу Белова, то Охим Тех Да Ну, мы, конечно, могли их выиграть Но Как, на твой взгляд, сильнее команда стала или немножко сдает свои позиции? Потому что раньше, как бы, в ЛГУ без проблем приезжал и проигрывал То есть было все понятно заранее А сейчас вы проиграли меньше десяти очков, по-моему, да? Но это же не только зависит от того, сдали они позиции или нет Это зависит от того, что мы стали сильнее Все-таки, если реально сравнивать наши года, предыдущие То мы набрали очень много Ну и Я думаю, мы бы могли спокойно выиграть с интехом, если бы попали все, что бросили Или половину На самом деле, когда я готовил интервью, да, смотрел твои предыдущие интервью И в одном из интервью мне очень понравилось Ты сказала, что я мечтаю, чтобы баскетбол Владимирский развивался И о нем все говорили везде Вот И у меня вот родился такой вопрос А о чем мечтает Эльмира Амарова как баскетболист? То есть твои вот спортивные мечты, да, там, стать профессионалом Или детским тренером, может быть Ну, кто знает Ну, когда я только начала заниматься баскетболом Буквально, не знаю, мне, наверное, хватило полугода Я сказала тренеру, что я хочу стать Я сейчас понимаю, что это не особо реально Но я хотела стать олимпийской чемпионкой по баскетболу Но я смотрю сейчас прямо за глаза Все-таки данные у меня не такие Чтобы Конечно, все может быть жизнь, но Да, но у меня не такие Ну, мечты есть Мечты есть, мечты Почему бы и нет, эльмпийской чемпионкой было бы быть классным Хорошо Ребята анонсируют приезд Андрея Кириленко Пойдешь ли на его мастер-класс? Конечно, обязательно Что, мне кажется, ради этого только в 9 утра то и встану Ну и последний вопрос Твои пожелания болельщикам? Многочисленным интернет-болельщикам? Я советую прийти на нашу игру Расслабиться и наслаждаться красивыми баскетбольными движениями Да, ну и девчонками, конечно Спасибо, удачи тебе!